Эмблемой выставки, посвященной столетию образования СССР, стал кубик Рубика. Игрушка, известная сегодня, но впервые появившаяся в Советском Союзе в 1981 году и ставшая одним из символов ушедшей эпохи. Не случайно в центре мы с вами видим такой кубик Рубика, а это тоже для 80-х годов прошлого столетия была такая очень вещь популярная. И вот здесь как раз мы и видим какие-то яркие моменты из истории Союза и понимаем, что это все может быть как-то так повернуто и так перемешано и будет какая-то вот в любом случае отдача и эмоциональный какой-то отклик. Выставка получила название в честь одной из песен композитора Давида Тухманова «Мой адрес – Советский Союз», которая была написана в 1972 году. И хотя СССР был огромной государственной машиной, создатели экспозиции решили оставить за скобками вопросы политики, экономики, морали и законов. Понятно, что у нас есть, конечно, вопросы, которые касаются этапов образования Советского Союза, но основная идея была в том, чтобы пробудить какие-то эмоции у посетителей, тех, кто помнит Союз, какие-то воспоминания, а тех, кто читал о нем только в книгах, какие-то свои образы и сравнить их с тем, что здесь есть. Помимо экспонатов из фонда музея-заповедника Горки-Ленинские, на выставке представлены предметы из собраний Государственного музея современной истории, фонда развития науки и техники и частных коллекционеров. Некоторые, кстати, довольно известные личности. Медаль, которую нам подарил как раз-таки руководитель КПРФ, товарищ Зюганов. И тут вот мы с вами видим 100 лет СССР. То есть тоже такая, возможно, загадка для будущих историков. Если, так сказать, мы не напишем, что эта медаль просто памятная и просто сувенирная, то у некоторых может возникнуть вопрос, а праздновал ли Советский Союз свое столетие в реальности? В работе над инсталляцией авторы активно применяли и мультимедийные технологии. Например, на одной из граней кубика, о котором мы упомянули, демонстрируется выступление представителей Советских Республик на Олимпиаде-80. Не забыли и про обратную связь. Нам действительно хотелось посмотреть, какие воспоминания, какие эмоции у зрителей это вызывает. У нас даже есть на выходе такая небольшая анкетка, где мы просим наших посетителей одним-двумя словами написать, что первое у них всплывает, так сказать, в памяти, в ощущениях от названия Советский Союз. Всего на выставке представлено порядка 100 различных предметов. Работать экспозиция будет до марта. И познакомиться с ней могут посетители музея, кабинет и квартиры Ленина в Кремле. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.